Ежегодно в стране в среднем около 20 тысяч человек заболевают болезнями, при которых требуется пересадка костного мозга. В Якутии на данный момент нужна пересадка костного мозга более чем 300 детям, поэтому необходимо пополнять национальный регистр доноров. В связи с этим с 3 по 5 мая этого года уже в ближайшие дни в Якутске пройдет акция по сдаче крови на типирование для национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Один из организаторов этой акции сегодня в нашей студии. Мы представляем вам Жанну Никонову, организатор акции по типированию крови на якутский генотип. Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте. Расскажите нам подробнее, пожалуйста. В Якутске на самом деле эта акция проходит во второй раз. Первая акция проходила в конце марта, и по ее итогам 51 человек вступил в национальный регистр доноров России. Эту акцию мы проводим в связи с тем, что, как вы сказали, действительно сотни детей в Якутии нуждаются в пересадке костного мозга. И поэтому для пополнения национального регистра якутским генотипом, которого очень мало, то есть он крайне редок, мы проводим эту акцию. То есть эта акция проходит при содействии, при поддержке фонда Адвита города Санкт-Петербург и при поддержке станции переливания крови города Якутска, а также научно-исследовательского института детской онкологии, трансплантологии имени Раисы Горбачевой. Мы надеемся, что эта акция найдет отклик среди нашего населения, и что в ней примут участие большое количество здоровых людей, которые смогут пополнить регистр, то есть такую базу данных потенциальных доноров. А какие существуют требования, чтобы попасть в реестр? Чтобы попасть в регистр доноров, нужно соответствовать определенным требованиям. На самом деле они абсолютно аналогичны тем требованиям, которые для обычных доноров в крови существуют. То есть нужно быть в возрасте от 18 до 45 лет весом от 50 килограмм, не болеть никакими хроническими болезнями, чтобы в медицинской карте не было вот этих, допустим, тех же классических лорозаболеваний хронических, чтобы человек не болел гепатитом и различными вот теми же самыми болезнями, которые обычно требуют у стандартных доноров в крови. Но более подробно вот всю эту информацию можно прочитать на сайте, да? Да, у нас мы создали специальную страницу в соцсети Instagram. Это донор, нижнее подчеркивание, КМ, нижнее подчеркивание 14. То есть там аккумулируется вся самая важная информация вообще об нашей акции. Очень важно для всех, кто хочет принять участие в этой акции, внимательно ознакомиться вот с этой информацией, со всеми положениями. То есть самый важный аспект для нас, как организаторов акции, это чтобы человек подошел осознанно и ответственно вот именно вот к желанию стать реальным донором. Потому что, к сожалению, как только мы вот запустили информацию вообще об этой акции, что мы будем проводить, мы обнаружили, что население в Якутии совершенно не информировано, вообще о том, что такое вот донорство костного мозга, да? И вообще, как проходит эта процедура. Многие перепутали нашу акцию со стандартными акциями вот по сдаче крови. Но это не так. То есть человек, который придет с 3 по 5 мая, это вот 3-4 мая, повторюсь, с 8.30 до 12 на станцию переливания крови, а 5 мая с 8.30 до 10 утра он задает всего лишь 9 мл крови. Это одна пробирка. То есть, да, это вот столько крови нужно для того, чтобы человек прошел типирование. Типирование – это тест на тканевую совместимость донора и рецепиента, да? И что вот тут важно очень понимать, один реагент, то есть, чтобы проверить одного человека, может ли он быть донором костного мозга, стоит примерно 14 тысяч. То есть это очень большие деньги, когда речь идет о больших масштабах, да? И они, вот эти реагенты, закупаются на деньги благотворительных фондов федеральных. И поэтому, если вот человек не уверен, что хочет стать донором, да, если он не соответствует вот этим, ну, показаниям, да, вот если у него есть какие-то противопоказания, то, конечно, ну, как бы стоит подумать хорошенько, точнее, вот нам нужны действительно здоровые люди для пополнения вот этого регистра. Жанна, ну расскажите поподробнее вот о инициаторе, организаторе, да, акции Марии Садовниковой. Инициатором акции, вообще, да, главным организатором акции является Мария Садовникова, это активист, волонтер фонда Адвита. Мария с сентября 2016 года, у нее поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз, это рак крови, и эта акция, которая пройдет в начале мая, с 3 по 5 мая, она также является адресной, то есть для поиска донора костного мозга для Марии. Мария, на самом деле, человек, который вот постоянно занимается благотворительными проектами, у нее очень много друзей и знакомых, которые очень активно ее поддерживают, и она сама будет участвовать, ну, точнее, она будет находиться на станции переливания крови, вот с 3 по 5 мая, и также будет полностью участвовать в этой акции. То есть самая вот главная проблема в том, что действительно якутский генотип, он крайне редок. То есть если мы открываем национальный регистр России, там 65 тысяч человек, но среди них вот носителей якутского генотипа очень мало, поэтому, соответственно, те дети, те люди, которые нуждаются в пересадке костного мозга, значит, у них увеличиваются шансы на жизнь, вообще на то, чтобы, да, вот выжить и жить нормальной жизнью. Действительно, очень серьезная тема. При пополнении регистра. Мы приглашаем всех с 3 по 5 мая на станцию переливания крови. Давайте. Да. Жене, большое спасибо. Да, если есть возможность, станем донорами.